1987 год. С начала 80-х наблюдается настоящий взлет качественной фантастики в мировом кинематографе. Уже созданы такие культовые и легендарные ленты, как Терминатор, Чужие, Нечто, Бегущий по лезвию и Хищник. Причем последний вышел буквально за месяц до Робокопа. Все эти картины послужили фундаментом для скачка развития фантастики в кинематографе и образцом для тысяч фильмов-последователей. Это само по себе повод разобрать Робокопа или Бегущего, так как до остальных шедевров мои руки уже все же дотянулись. А знаете, какой еще повод есть развернуть именно Робокопа? Вот, тут даже не один. А еще приплюсуем сюда проведенное голосование, где Робо взял второе место сразу после Матрицы. Да и сам по себе фильм в отрыве от вышесказанного крайне интересная и качественная фантастика, заслуживающая того, чтобы о ней помнили. И к слову о качественной фантастике, ведь я знаю, тут много ее любителей. Поэтому предлагаю заглянуть на трекер CosmoAelita.com, посвященный по большей части как раз именно фантастике. Как зарегистрированный участник заявляю, здесь вы найдете множество релизов, которых нет в свободном доступе в Рунете. Часть из них настоящий раритет, который найти очень сложно, а на русском языке просто невозможно. На нем регулярно проводятся сборы на перевод и озвучку редких фильмов и сериалов, которые никогда ранее не выходили на русском языке. Трекер является закрытым сообществом, регистрация проводится только по инвайтам. Кого попало, не берут. Но специально для вас, как для самой адекватной аудитории Ютуба, регистрация будет открыта ровно на неделю со дня выхода этого ролика. Если кто-то заинтересовался, спешите, регистрируйтесь и участвуйте в жизни трекера. В общем, чекай ссылку в описании. Ну что ж, друзья, а теперь давайте разберем робокопа по косточкам. Стой! В чем проблема? Это не буквальные выражения, это так просто... Стой! Ладно, хорошо. Ты хочешь проблем? Я тебе их устрою. Руки! Спасибо за просмотр! Идея робокопа зародилась в самом начале 80-х. В сознании человека по имени Эдвард Ноймейер. В то время он уже трудился в кинобизнесе, на студии Universal, но еще не сценаристом, а обычным менеджером в душе, мечтающим сменить свою позицию на деятеля сценарного ремесла. Эдвард был большим поклонником фантастики и благодаря работе на киностудии мог знать все новости кино в этой сфере одним из первых. Так вот, однажды он увидел постер готовящегося фильма «Бегущий по лезвию». Выяснив, что данная картина снимается по произведению Филиппа Диккаль, снятся ли андроидом электро-овцы, Ноймейер загорелся сначала идеей построить сценарий вокруг того, что роботу могут сниться сны и возникать воспоминания. Но развивая данное направление, Эдвард еще раз использовал Блейдраннера как точку отталкивания. Как вы помните, «Бегущий» — это кино про человека, который охотится за андроидами. А Ноймейер подумал, а что если будет наоборот? Пусть робот охотится на людей, но это же не трешак какой-то и не ужастик, поэтому пусть он служит в полиции будущего. И имеет сознание. Не просто сознание, а свое отношение к работе и существованию в целом. Вот так и появилась концепция робота-полицейского, опираясь на которую, будущий сценарист пытался пропихнуть идею в какую-нибудь студию. Но, как обычно бывает, в подобных случаях ни одна из студий не видела потенциала в данной задумке. Я уже вижу, что из этого ничего не выйдет. Но буквально в то же время другой будущий сценарист, а на тот момент начинающий клипмейкер Майкл Майнер, вынашивает свою идею под названием «Суперкоп», в основе которой лежала история о полицейском, с которым случился несчастный случай. И чтобы сохранить копу жизнь, его подключили к специальной системе, которая в качестве бонуса награждала его еще и суперсилой. Знакомо, да? И не зря. Ведь так получилось, что эти двое пересеклись. И Майнеру очень понравилась вселенная, придуманная его новым знакомым. Но он считал, что персонаж должен быть кем-то вроде Тони Старка, служащего в полиции. Сюжетно, рукопись Суперкопа имела отрывочный характер и ничего целостного из себя не представляла. Поэтому друзья решили, что актуально будет поместить героя рассказа Майнера в мрачное будущее, созданное Ноймейером, и продолжить работу над сценарием вместе. Естественно, новоиспеченные скрипторы быстро находят общий язык. И объединив свои идеи, пишут первый сценарий, который называют «Робокоп», соединив робота и Суперкопа. Кстати, изначально скрипт имел под заголовок «Будущее правоохранительных органов», от которого в итоге отказались, но не сбросили со счетов. Ведь именно так впоследствии озаглавили первую серию сериала 94-го года. Будущее полицейской службы. И снова началось хождение по дверям. Но продать сценарий опять никак не удавалось. Друзья обошли все более-менее известные студии и получали отказ за отказом. По их признанию, дело крылось именно в названии. Потому что это сейчас робокоп, культовое и звучное слово, вызывающее приступы неконтролируемой ностальгии у детей 80-х-90-х. Но тогда оно ассоциировалось разве что с каким-нибудь трэшем и побахивало низкопробщиной. К слову, название того же «Терминатора» первое время воспринимали примерно так же. По этой причине ознакомление со сценарием очередной студии предсказуемо заканчивалось на прочтении этого самого сценария. Майнеру и Ноймейеру много раз предлагали поменять тайтл, но они просто не могли придумать ничего лучше, так как считали название идеальным. Ну вот и все, сценарий не написали, конец истории, расходимся. Ладно, шучу, но это могло бы закончиться ничем, если бы друзьям не попался продюсер «Пирани» и «Аэроплана» Джон Дэвисон, которого название совсем не смущало и сам сценарий, к слову, очень зацепил. Возможно, в этом что-то есть матью. Не обошлось без культового «Терминатора» и в этой истории. На дворе стоял уже 85-й год, киборг-убийца совсем недавно покорил кинотеатры своей железной поступью и навел немало шороху в киноиндустрии. Поэтому Дэвисон смекнул и решил, что сценарий про робота стоит нести прямиком на студию «Орион», отвечающую за выпуск «Терминатора». И нужно сказать, Джон не прогадал. Боссы «Орион» ухватили за этот сценарий обеими руками. И, должен вам сказать, неспроста. Дело в том, что студия «Орион» просто ужасно организовала прокат ленты Кэмерона. Так как студийные аналитики заранее списали «Терминатора» в утиль, считая его второсортным боевичком, про который все забудут уже через пару недель. Исходя из этого, маркетинговый бюджет был урезан до минимума. Студия в принципе не собиралась демонстрировать картину критикам. И лишь после многочисленных уговоров организовала аж целый один пресс-показ. Но, несмотря на все это, «Терминатор» умудрился заработать в американском прокате 38 миллионов долларов при бюджете в 6,5. Остается лишь гадать, сколько бы собрал шедевр Кэмерона при нормальной рекламе. Когда в «Орион Пикчерс» поняли, что по собственной глупости потеряли овер до хера денег, было уже поздно. Именно поэтому продюсеры ухватились за «Робокопа», так как решили еще раз заработать на успехе «Терминатора», выпустив еще один фильм про робота. Так что деньги в размере 13 миллионов, а это ровно в два раза больше, чем стоил «Терминатор», выделили практически сразу. А значит, нужен был режиссер. Предложение поставить «Робокопа» было сделано ряду американских режиссеров. В частности, Джонатану Каплану, который покинул «Робокопа» ради съемок фильма «Проект Икс». Дэвиду Кроненбергу, снимавшему «Сканеры», «Видеодром» и «Мертвую зону». Алексу Коксу, «Конфискатор», «Сид» и «Нэнси». И Кеннету Джонсону, сериал «Ви» или «Победа», который в 2009-м переснимали. У нас он выходил под названием «Визитеры». Но все они отказались. Некоторых отпугивало ультра-жестокое сценарие, а другие просто считали его не слишком достойным своей кандидатуры. Тогда дело дошло до приглашения в проект иностранных кандидатов. И в этом был один несомненный плюс. Ведь «Робокоп» — это острая социальная сатира. Пакистанские войска стоят у моей границы. Наигрался, щегол. Никакой тебе больше военной помощи. Жахни. Уничтожь их раньше, чем они уничтожат тебя. А кто лучше высмеет американский цинично-капиталистический образ жизни, лучше, чем человек со взглядом со стороны? На то счастье, продюсер Джон Дэвисон был большим поклонником нидерландских работ Пола Верхувена. В частности, фильмов «Турецкие наслаждения» и «Оранжевый солдат». У нас более известный под названием «Солдаты-королевы». Именно благодаря стараниям продюсера, рукопись все же и попала на стол Пола Верхувена. Ах да, забыл сказать. В этот раз имя я точно произношу правильно. Большим плюсом было и то, что Пол как раз перебрался творить в Штаты, так как на родине у него возникли проблемы с правительством, а кино там практически полностью спонсировалось именно на государственном уровне. И работы Пола просто бы не пропускали. В момент поиска режиссера для Робокопа Верхувен как раз закончил свой первый англоязычный проект под названием «Плоть и кровь». Фильм хоть и собрал впоследствии неплохие отзывы, но провалился в прокате. Даже не то, чтобы провалился, а тупо не вышел в широкий прокат. Там своя сложная история со студийным вмешательством, но самое печальное, что этот проект навсегда рассорил его с давним соратником Рутгером Хауэром, с которым они плотно работали в Нидерландах. Думаю, именно по этой причине Рутгер и не появился в Робокопе. Хотя мог бы сыграть главную роль. Ох, боже, какая жалость. Ну а нужно отметить, Верхувен далеко не сразу занял режиссерскую позицию. Херня какая-то. Произнёс Пол, выкидывая в мусорку сценарий Робокопа после прочтения всего нескольких страниц. Всё ещё привыкающий к особенностям американской культуры нидерландец просто не успел вникнуть и понять, что перед ним не очередной бессмысленный боевик, а нечто большее. Сатира на современное общество, скрывающееся под толстым слоем насилия, пиротехники и прочих стандартных атрибутов экшн-фильмов. Ситуацию спасла жена Верхувена. Она в буквальном смысле достала сценарий из мусорной корзины, полностью прочитала его и сказала «Дорогой, может это и не Шекспир, но работа эта более многогранна, чем ты предполагаешь». Именно тогда Пол дал сценарию второй шанс. Изучил его более детально и увидел, наконец, замысел сценариста. Верхувен не был любителем фантастики. Его фильмы больше про людей, чем про спецэффекты. Но тем не менее, режиссер разглядел в истории Алекса Мёрфи что-то, что его просто покорило. Пол придал сценарию, скажем так, дополнительную огранку, дополнив его элементами своего видения. Когда он пришел в проект, он изменил несколько вещей в сценарии. Появилась любовная линия между Мёрфи и Льюис, а Бодикер и Джонс, ранее незнакомые по сценарию, оказались в одной связке. Данная версия истории являлась уже третьим вариантом сценария. Уверяю, Дэйв, это будет лучшая история любви. Но потом Верхувен понял, что столь близкие отношения киборга с напарницей будут выглядеть слишком неправдоподобно. Чего уж там, даже глупо. Поэтому повязанные Джонс и Бодикер остались, а между Робокопом и Льюис вновь не было никаких возвышенных чувств. Итак, сценарий есть, режиссер есть. Для старта съемок оставалось только собрать актерский состав. Начали, естественно, с протагониста. И поиски эти дались очень нелегко. Не стоит забывать, что в то время еще не существовало привычного нам CGI и технологии motion capture. Человек должен был быть физически вынослив для ношения реального костюма робота. А также должен был иметь запоминающуюся нижнюю часть лица. Так как именно ее, по большей части, и будет видеть зритель весь фильм. Изначально студия, на секундочку выпустившая Терминатора, предлагала кандидатуру Шварценеггера. Неожиданно. Еще внезапнее будет тот факт, что актер, в общем-то, был не против. Но создатели костюма, о которых мы поговорим позже, внесли вескую поправку. Актер обязательно должен был быть худым. Так как у костюма были заранее известны параметры, в которые необходимо было втиснуться физически. То есть, для того, чтобы иметь размеры стандартного подкачанного человека, в доспехе робокопа нужно было нарядить достаточно худого актера. Так как еще сам костюм даст свою форму и толщину. Представьте того же Шварца, на котором еще и слой робоприкида. С этими своими мускулами он выглядит как презерватив, набитый орехами. Также рассматривались Майкл Айронсайд из «Сканеров и космического охотника». Кстати, и Шварценеггера, и Айронсайда Верховен позже все же снял в своем фильме «Вспомнить все». Также рассматривались Том Беренджер, как раз снимавшийся во «Взводе», и Арманд Асанте, снявшийся в фильме «Я присяжный» по роману небезызвестного Микки Спилейна. Но и с ними не сложилось. Шел четвертый месяц поисков, когда на студию позвонил агент Питера Уэллера и сказал, что актер сейчас как раз в Нью-Йорке и готов провести переговоры. Питер не был известным актером, но совсем недавно, в 1984-м, исполнил главную роль в фантастическом фильме «Приключения Букару Бонзая в восьмом измерении». Фильм неплохо выступил, но вовсе не благодаря ему актер успешно прошел кастинг на Робокопа. Дело в том, что Уэллер был знаком с боевыми искусствами, а следовательно имел физическую выносливость. А также актер увлекался фантомимой, что было несомненным плюсом при обыгрывании походки «Железного стража правопорядка». Специально для этого, еще до начала съемок, Питер нанял себе хореографа и нью-йоркского мима Мони Якима, с которым они в течение нескольких месяцев придумывали движение Робокопа. Для этого Питер одевал на себя футбольную экипировку, чтобы примерно ощутить вес костюма и, как следствие, скованность движений. Также, по признанию актера, при подготовке он часто пересматривал Ивана Грозного, Сергея Эйзенштейна, так как был очарован манерой движения главного героя. Походки будущего Робокопа Питер пытался придать плавность и даже танцевальность. В общем-то, вообще все вышло не так, как было задумано, но к работе Уэллера в костюме Робокопа мы вернемся немного позже. А пока последуем дальше по касту. Изначально на роль Льюис была выбрана Стефани Цимбалист, звезда сериала «Ремингтон Стилл», где она снималась в главной роли вместе с молодым Пирсом Бросснаном. Но как раз-таки из-за занятости в этом сериале Стефани и выбыла из проекта буквально за пару недель до начала съемок. Команда лихорадочно начала искать ей замену. Кастинг проходили Мэрил Стрип, Сьюзан Сарандон и супруга Стивена Спилберга Кейт Клэпшоу. Но в итоге среди всех кандидаток режиссер выбрал Нэнси Аллен, известную в основном по ролям в фильмах своего мужа Брайана де Пальме. Это такие картины, как «Кэрри», «Домашние фильмы» с Кирком Дагласом, «Бритва» с Майклом Кейном и «Прокол» с Джоном Траволтой. В этих картинах Нэнси играла в основном стервозных дамочек, а визитной карточкой актрисы были ее пышные рыжевато-блондинистые волосы. Но в Робокопе ей предстояла кардинальная смена амплуа. На главную женскую роль положительного характера. И первым указанием Верховена, как режиссера к актрисе, было «Иди подстрекись!» Так как, по его мнению, в «Полиции будущего» с такой шевелюры не расхаживают. Нэнси очень хотелось сыграть в Робокопе, поэтому пожелание было незамедлительно исполнено. Интересный факт. Нэнси Аллен и Питер Уэллер родились в один день, 24 июня. Но с разницей в три года. Ронни Кокс также до Робокопа имел другое амплуа, преимущественно дружелюбных персонажей. Например, в фильмах «Полицейский из Беверли-Хиллз», «Кадеты с юным Томом Крузом» и «Автомобиль» — фильм, подозрительно напоминающий Кристину еще до ее создания. В работе же Верховена Коксу досталась роль отъявленного негодяя Дика Джонса. Кстати, изначально на роль Джонса пробовался Кёртвуд Смит, которого любители 90-х, скорее всего, помнят еще и по антагонисту из фильма «Крепость». Но в ходе кастинга Кёртвуд получил роль Боддикера, главного злодея и главаря банды, расправляющейся с Мерфи. Интересный факт. Прообразом Боддикера стал фашист Генрих Гиммлер. Поэтому Кёртвуд Смит появляется в своих сценах в его фирменных очках. Ты, наверное, не думаешь, что я хороший человек, да? Скажи. Ну, дружок, я думаю, что ты полная мразь. Это придумал сам Верховен, так как хотел, чтобы Робокоп немного поубивал нацистов. Кстати, Кёртвуд и Верховен очень сдружились на съемках. И режиссер позволял актеру очень часто импровизировать. Вот самая запоминающая сцена такого плана. Канки, вышибай, мамашки. Пушки, пушки, пушки. Этого не было в сценарии. В свою очередь на роль Боддикера рассматривался Рэй Уайс. Да-да, будущий Лиланд Палмер из «Твин Пикса». А на тот момент лишь актер, снявшийся в «Болотной твари». Но в итоге Рэй сыграл подручного Боддикера Нэша Леона. Что интересно, Мигель Феррер также в будущем сыграет в «Твин Пикси», персонажа Альберта Розенфилда. Но в «Робокопе» он рассматривался на роль одного из членов банды. Однако режиссер увидел его в роли Боба Мортона. Поздравляю, Боб. Спасибо. Образ старика и президента ОСП, сыгранного актером Дэном О'Херлихи, создавался на основе президента Рональда Рейгана. В общем-то, это была сатира на рейгановские 80-е и так называемую «рейгономику США». Изменения в налоговой системе создали идеальные экономические условия для корпоративного роста. Но государственные органы, в частности органы правопорядка, от этого пострадали. Интересно, что неприступную секретаршу Дика Джонса, с которой в одной из сцен пытается заигрывать Кёртвуд Сыграла его собственная жена. Он ждет вас, мистер Бодикер. Костюм робота-полицейского стал самым дорогим и трудоемким аттракционом фильма. Его производство обошлось в миллион долларов и продлилось долгих 10 месяцев, начавшись еще до найма Верховена. Мастером по гриму, он же дизайнер костюма робокопа, стал Роб Баттин. Его привлек Джон Дэвисон, с которым они вместе работали над пираниями, когда Робу было всего 17 лет. Да-да, 17. А что ты делал в своей 17? Но зрители моего канала, несомненно, знают Баттина, как создателя твари из фильма Карпентера «Нечто». Вдохновением для основы костюма робота-полицейского послужили японский сериал «Космический шериф Гаван» 1982 года. Робот из «Метрополиса» Фрица Ланга и робот из фильма «День, когда Земля остановилась». Такие образы были выбраны, так как с самого начала Баттин считал, что костюм должен представлять собой нечто вроде рыцарских доспехов. Внешние оболочки, практически полностью скрывающие человека внутри. Включившись в проект, Верховен выжал из Баттина 7 потов, постоянно внося в дизайн правки. И поэтому, пока было нащупано нужное решение, Баттин успел перепробовать полсотни самых разных вариантов. Как заявлял сам Роб, я за всю жизнь столько концепт-артов не делал. Но это я сказал очень поверхностно. На самом деле, стычка Верховена и Баттина была довольно ожесточённая. Дело в том, что Роб создавал не просто эскизы, а делал глиняный макет костюма в натуральную величину, высотой 180 сантиметров. Это чтобы вы оценили масштаб работы. И было изготовлено несколько таких макетов. В какой-то момент Робокоп даже был похож на Судью Дредда. Но тут пришёл Верховен, который полагал, что визуально Робокоп должен больше напоминать машину, нежели фигуру человека. Много раз подряд неуступчивый режиссёр заставлял дизайнера всё переделывать с нуля, так как ему не нравился результат. Так продолжалось несколько месяцев. Нервы у обоих были на пределе. Но после ряда очень жарких обсуждений, режиссёр понял, что то, что видит он в своих идеях, не работает на практике, поэтому решено было вернуться к первоначальным идеям Баттина. И Робокоп стал тем самым футуристическим рыцарем в стальных доспехах, которого мы знаем. И не мудрено, что из-за всех этих передряг между Полом и Робом костюм не был готов в срок. Доспехи должны были прибыть на площадку за несколько недель до съёмок первых эпизодов с Робокопом. Но по факту еле-еле удалось закончить костюм к тому самому дню, на который были запланированы съёмки. Сам Баттин на съёмках даже не присутствовал. Он отправил своих ассистентов, но лично появляться отказывался на протяжении практически всего съёмочного процесса. В итоге режиссёр и дизайнер перестали разговаривать друг с другом. И Баттин зарёкся никогда больше не работать с Верховеном. Но после премьеры они всё же пообщались и помирились. А через три года их новая совместная работа над «Вспомнить всё» принесла Баттину заслуженную золотую статуэтку. Хорошо. Рад, что вы помирились. Но вернёмся к проблемам робо-костюма. С тела Питера Уэллера был сделан слепок, а в свою очередь с него были отлиты формы для костюмчика, который состоял из 25 отдельных элементов. Сначала надевался эластичный чёрный комбинезон из неопрена, на котором уже находились вшитые крепления для остальных деталей. Недоработка заключалась в том, что актёр не имел возможности примерить прикид робота до начала съёмок. Как я уже сказал, костюм был доставлен на съёмочную площадку лишь в первый день съёмочного процесса, и реальность незамедлительно внесла свои коррективы, от которых вся команда словила крайнюю степень фрустрации, когда исполнитель главной роли попробовал облачиться в робо-прикид. Простите. Я робокоп. Ассистентам роба-ботина потребовалось 11 часов, чтобы подогнать доспехи под Питера Уэллера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Однако облачившись, актёр обнаружил, что костюм получился настолько тяжёлым и некомфортным, что с трудом можно было не то, чтобы ходить, но и вообще двигать торсом, шеей и руками. Самым обидным оказалось то, что все его тренировки по разработке стиля движения робокопа оказались абсолютно бесполезными, и о задуманной грациозности и пластичности движений можно было забыть. Твою мать! Ёкарный бобой! Съёмки приостановили на несколько дней. Это привело сразу к нескольким конфликтам. Верховен был недоволен возникшей задержкой, а Уэллер, мягко говоря, остался не в восторге от костюма. Он просто не понимал, как в нём играть. По слухам, Верховен даже хотел заменить его на Лэнса Хендриксона, но тот не смог принять предложение из-за съёмок в фильме «Почти полная тьма» и упустил вторую возможность в своей карьере сыграть культового робота. Напомню, что изначально именно Хендриксон должен был играть Терминатора. Так что Питер вполне мог вылететь из каста, но в конечном счёте сторонам удалось прийти к взаимопониманию. Уэллер и его хореограф Яким предложили использовать другой стиль походки, опирающийся на повадки птиц. Движение пришлось сделать одновременно и замедленными, и резкими. Так появилась визитная карточка в виде тяжёлой поступи робота, стремительного поворота корпуса и только потом головы роботизированного полицейского. Более того, чтобы актёр смог хоть как-то передвигаться, пришлось сломать несколько элементов костюма. Однако вскоре появилась ещё одна серьёзная проблема. Съёмки проходили летом в штате Техас, где температура достигала 35 градусов в тени. Нетрудно представить, какая адская духота стояла в костюме. Доходило до того, что Питер Уэллер и вовсе мог потерять сознание. Актёру приходилось постоянно пить воду. При этом ежедневно он сбрасывал около полутора килограмм веса. Чтобы хоть как-то облегчить страдания, ему под одеждой организовали систему вентиляции с подающими прохладный воздух трубками. Кошмарная жара! Жара кошмарная! Все просто горят на работе! Также во время съёмок выяснилось, что робокоп не помещается в патрульный автомобиль из-за очень массивных ног. Именно по этой причине в сценах с полицейской машиной вы можете увидеть, либо как он готовится сесть в автомобиль, либо как только что из него вышел. В тех сценах, где его снимали, сидя в машине, на нём была надета только верхняя часть костюма. Кроме того, много хлопот доставляли эпизоды с Алексом Мёрфи без шлема. На актёра натягивали водолазную шапочку. На затылке крепилась пластиковая накладка с имитацией железа киборга. Ну а далее в дело вступали гримеры. Для этих сцен Питер Уэллер ежедневно выдерживал по 6,5 часов гримировки, после чего ещё полтора часа уходило на экипировку. Частенько на работу он приходил в 3 часа ночи, чтобы успеть подготовиться к утренним съёмкам. Чтобы костюм Робокопа, сделанный из стекловолокна для облегчения веса, выглядел как можно более аутентично, его натирали маслом и воском, придавая необходимый металлический блеск. Вообще костюмов было 6 штук, три из которых содержали на себе имитацию попадания пуд. Любопытно, что целый день у кинематографистов ушёл на съёмку простенького секундного эпизода, в котором киборг ловит подбрасываемые ему ключи. Спасибо. Проблема заключалась в резиновой руке перчатки. Ключи постоянно отскакивали от неё, и примерно только с 50-го дубля Питеру наконец-то удалось схватить злополучную связку и завершить этот тяжёлый съёмочный день. Отдельно от Робокопа снималось его бедро со встроенной кабурой. Это был автономно функционирующий и управляемый через кабель реквизит. Рука с выскакивающим из неё шипом также работала отдельно от исполнителя главной роли и управлялась ассистентами. И вообще многие сцены с действиями Робокопа снимали при помощи так называемой третьей руки. А в этом эпизоде вообще использовали отдельную руку Робокопа с прикрученной к ней камерой, которую не было видно в финальном варианте благодаря ракурсу съёмки. Из аниматроники стоит также отметить ещё и руку Робокопа, которая по фильму, если помните, выступала в качестве прототипа. Робо-взгляд снимался отдельно, специально оборудованной камерой. Но не только Робокопом единым живёт мир Детройта будущего. Есть в фильме и другой механический боец. Это, как вы уже догадались, основной роботизированный соперник Алекса Мёрфи, боевая модель ЭД-209, за сцены с которым отвечал Фил Типпет из небезызвестной Типпет-студио, насчитывающей восемь десятков работ. Из тех, что есть у меня на канале, это Хеллбой и Бэевские черепашки. А вообще, в своё время Фил стоял у истоков самой ILM. Так что, как вы понимаете, не абы кто. Дизайн Эда отталкивался от вертолёта с подвесным пушечным контейнером был UH-1 и Рокес, более известный американцам по прозвищу Хьюи. По начальному дизайну у Эда были глаза. Но, придя в проект, режиссёр настоял на том, чтобы робот был создан без малейшего намёка на глазные органы, чтобы показать, что Эд слеп. Слеп ко всему происходящему. Ему важен лишь приказ хозяина. Таким образом, Верховен снова обыгрывал нацистов, которые расстреливали невинных жертв по приказу без зазрения совести. Кинематографисты тогда рассматривали один из трёх возможных методов воплощения движения Эда на экране. Во-первых, можно было стандартно обрядить кого-нибудь в костюм. Однако, это выглядело бы слишком странно, с учётом того, что Эд-209 не был киборгом, а был полноценной машиной, достоверно сыграть которую человеку было бы сложно. Во-вторых, рассматривался вариант с использованием цифровых эффектов. Но в то время они были настолько дорогими, что на толковую реализацию Эда ушёл бы весь бюджет фильма, и этого бы ещё и не хватило. Оставался последний, третий вариант. Старая, добрая, покадровая анимация. Из пенополистирола, зубочисток и металлического каркаса с шарнирным механизмом, было изготовлено несколько миниатюрных моделей робота-цыплёнка в соотношении 1 к 16. В экшн-сценах аниматоры снимали миниатюрного Эда на фоне уже отснятых кадров фильма. Этакий симбиоз покадровки и рир-проекции. В каждом кадре по чуть-чуть передвигали конечности куклы, склеивали затем всё это в один большой фрагмент и монтировали его с нужным фоном. Например, сцена на лестнице. Для неё специально был изготовлен лестничный пролёт в миниатюре, на котором и снимали падение Эда. Кстати, была в фильме задействована и миниатюра робокопа для покадровки. Правда, на экране она мелькает всего несколько секунд. Это момент, когда робокоп направляет одну руку-пушку Эда на другую. Тут мы видим сразу две миниатюры, так как конструктивно руки полноразмерного 209-го не могли поворачиваться под таким углом. Наверху макета был установлен миниатюрный вентилятор, рассеивающий дым. Реалистичного пулемётного огня удалось добиться с помощью ламп от фотовспышек, прикреплённых к конечностям Эда-209. В неподвижных сценах, где от Эда-209 не требовалось ходить и крушить всё вокруг, а также непосредственно в кадре должны были быть актёры, использовалась модель, изготовленная в натуральную величину. Она была сделана из фанеры, пластика и стекловолокна. Этот экземпляр умел слегка шевелить руками и головой, но на большее не был способен. Именно поэтому для реакции актёров, чтобы им проще было играть, перед роботом становился сам Верхувен и играл за него, производя грозные движения и крича при этом. И так как Пол был довольно жёстким человеком, нужно понять, что актёры реально боялись его больше, чем боевого робота. Но иногда использовалась и картонная декорация для наглядности. Это же дешёвая подделка. Изначально решётка, имитирующая рот, была установлена вверх ногами. И получалось, что Эд как бы улыбается, что делало его менее грозным. Но потом кто-то сообразил, что её просто нужно перевернуть. И вот эффект уже совсем противоположный. Вы нарушаете главный кодекс на 519, глава 16. Помимо 209-го Эдика, был использован ещё один кукольный макет, в эпизоде, в котором Дик Джонс выпадает из окна небоскрёба. Для этой сцены была создана полуметровая кукла-актера. Получился отличный резиновый макет с особенно удлинёнными руками, чтобы показать, так сказать, перспективу во время падения. А снимали всё это дело на фоне синего экрана. Также гримерам пришлось потрудиться и над имитацией мутационных изменений подручного бодикера, который попал в токсичные отходы. За дизайн отвечал всё тот же ботин. Вместо стандартного хода с пузырями и разложением, он решил создать настоящего тающего человека, чьё лицо и пальцы стекали бы под влиянием гравитации. Вид грима предполагал эффект стекающих со скелета мышц. Этого удалось добиться с помощью отливки элементов персонажа из пена латекса. Для финальных кадров, в которых тающего сбивает машина, актёра заменили на куклу, которой отпилили голову, чтобы при ударе она реалистично отвалилась. Остальное содержимое куклы представляло собой трёхдневные остатки обеда и ужина съёмочной группы. В течение трёх дней содержимое хранилось в резиновых ёмкостях и, что называется, дозревало. Вот эту зловонную субстанцию и вылили на ветровое стекло в момент удара. Но отвлечёмся от роботов и мутантов и поговорим о самих съёмках, которые проходили в период с августа по октябрь 1986 года. Детройт как местодействие был выбран не из-за своей известной криминогенной и заброшенной обстановки. Но и мэр отталкивался от того, что Детройт — это символ американской промышленности. Соответственно, робокоп, подобно автомобилю, — это детище этой самой промышленности. Но, несмотря на это, фильм по большей части был снят в Далласе. Почему так, спросите вы? Логично же было бы снять фильм о Детройте в самом Детройте. Дело в том, что команда действительно ездила в город Рока для поисков натуры. Но Майкл Майнер придумал разделить город Детройт на Дельта-Сити, центральную его часть для богатых и старый Детройт, так называемые окраины для бедных. Так вот, трущобы в реальном Детройте найти было не проблема. А вот поиски места, где можно было бы снять футуристический Дельта-Сити, успехом не увенчались. В итоге решено было, что город будущего в фильме будет только строиться. Сегодня лидеры профсоюзов дали согласие ОУСИП на строительство Дельта-Сити, создав тем самым миллион новых рабочих мест. А полностью реализовать данную идею получилось только в сериале 1994 года. Поэтому многие городские сцены из оригинального фильма сняты в центре Далласа. А еще власти города предоставили киношникам для работы целый заброшенный квартал на окраине города. И более того, разрешили все это взрывать и крушить любыми способами. Что мы и видим в сцене безумств банды Бодикера. Голливудцы настолько вышли из-под контроля по этой части, что в сцене взрыва на заправке устроили такой силы, что он достал соседнее здание, в котором начался пожар. Приехавшие пожарники на полном серьезе собирались ратовать за запрет съемок. Но этого, к счастью, удалось избежать. Большую работу также проделал художник Рокко Джоффре, придавший киношному Детройту вид города будущего. Ранее Рокко работал над «Бегущим по лезвию», где и заработал себе авторитет в данной области. В основном футуристическую архитектуру он создавал с помощью специальных слоев масок. Это как в фотошопе, но только вручную. Например, в качестве основы для 80-этажного здания OCP была выбрана мэрия Далласа. Вот только в оригинальном строении было всего 7 этажей. Пришлось дорисовывать оставшиеся этажи в виде маски и накладывать их поверх кадров с настоящим зданием. Подобные приемы применяли практически во всех эпизодах с городскими панорамами. Один из самых сильных моментов в первой половине Робокопа – это, конечно же, убийство Алекса Мерфи, сцены которого были сняты уже в период постпродакшена в заброшенном автозаводе на Лонг-Бич, поскольку на нее во время съемок в Далласе не хватило времени и денег. Это была ключевая сцена фильма, и Верховен просто настоял на досъемках. По сюжету сначала Мерфи отстреливают руку. Она была отлита из оргстекла и поделена на сегменты. Внутри была расположена система трубок, через которые качали бутафорскую кровь и сжатый воздух. Спецэффектники решили воспользоваться пневматикой для съемки момента отрыва руки, а не пиротехникой, потому что взрываемый объект располагался слишком близко к голове Питера Уэллера и была большая вероятность опасной травмы. К тому же, с помощью сжатого воздуха можно было рассчитывать на несколько дублей, тогда как пиротехника уничтожила бы руку с первого раза. Для финального выстрела была сделана аниматронная кукла в виде точной копии Уэллера. Ее также создал Роб Батин и его команда. Прежде всего, нужно было построить второй пол на высоте почти двух метров над настоящим, чтобы управлять всем действием снизу. Лицо Уэллера с застывшей гримасой боли отлили в латексе. Шея была сделана из оргстекла. Таким образом, она держала механическую голову куклы, которая могла наклоняться назад и вперед, а также открывать и закрывать рот. Вся конструкция стояла на металлическом каркасе, установленном в дыре псевдопола. Кукла также могла подниматься в сидячее положение и откидываться назад с помощью велосипедной цепи, закрепленной на основании торса. Торс также заставили дрожать от боли и страха, вставив ему внутрь вибрирующий механизм. Нелегко дались и съемки эпизода «На складе», куда Робокоп пришел наводить порядок. Простите, все, что вы скажете, может быть использовано против вас в Робокопском суде. По пути следования Робокопа разложили огромное количество петард. Для того, чтобы снять кадры, в которых актера дырявят пулями, на каскадера одевали защитный жилет, поверх которого с помощью изоленты приклеивали полиэтиленовые пакетики с киношной кровью. А сверху уже на них крепились мини-взрыватели, соединенные проводками с выключателем, находящимся в руках у ассистента техника. В нужный момент этот ассистент замыкал контакт, и заряды взрывались, разрывая одежду и полиэтиленовый пакет, тем самым освобождая бутафорскую кровь. Иногда актера прошивает автоматной очередью, и тогда его тело относит на несколько метров назад. Это достигается несколькими зарядами и специальным тросом, который крепится сзади и отбрасывает человека на расположенные вне поля зрения камеры маты. Актер, оператор, трюкачи и специалисты по визуальным эффектам должны были сработать синхронно, как единое целое. Кстати, координатором трюков, и в частности данной сцены, был Гарри Компс. Число картин, в которых он работал, переваливает за сотни. Но интересно, что начинал он как дублер Уильяма Шатнера в оригинальном сериале «Звездный путь». И там же играл всяких инопланетных тварей. Например, вот такую. Сцены на заброшенном металлургическом заводе снимали в городе Монесен, штат Пенсильвания. Кстати, в финальной перестрелке на этом заводе пиротехники не рассчитали силу взрыва будки, по которой выстрелила Льюис. Взрывной волной и обломками будки опрокинула экран, защищавший съемочную группу. Несколько человек получили ушибы и была повреждена аппаратура. За аренду камеры, способной работать в режиме тепловизора, запросили какую-то космическую сумму, что даже к голливудцам это было не по карману. Но Верховен нашел выход. Актеров раздели до портков, вымазали флоресцентной краской и попросили походить туда-сюда по темной комнате. Врачей, пытающихся спасти умирающего Мерфи, сыграли настоящие медики-травматологи. Их диалог был чистейшей импровизацией. Сценарист не знал, как правильно прописать это с медицинской точки зрения, поэтому и пригласили специалистов. Обратите внимание на момент, когда Робокопа пытаются пробить по шарам. Ладно. Что, само по себе сатирически смешно. О чем думал бандит? Даже если бы они и были, то они были бы стальными. Так вот, сразу после этого, буквально на мгновение, мы можем видеть кадр, в котором потлачь в очках судорожно дергается на танцполе. Это Пол Верховен. Этот кадр не предназначался для фильма. Это просто режиссер между дублями показывает статистам, как нужно зажигать на дискаче будущего. А монтажер решил, что будет забавным вставить в видеоряд такой фрагмент. Кто из нас в юности не мечтал заполучить такую же пушку, как у Робокопа? У нее, кстати, есть имя. Согласно сценарию, пистолет Робокопа называется «Ауто-9» и вмещает в себя 50 патронов. Изначально создатели картины хотели вооружить героя распространенным пистолетом Desert Eagle. Но на тестах стало понятно, что в руке Робокопа он будет смотреться недостаточно внушительно. Так что оружейники взяли способный стрелять очередями по три патрона пистолет Beretta 93R, после чего основательно поработали над его внешним видом. Волына получила удлиненный ствол с большим компенсатором, новую рукоятку и прицельные приспособления. А Desert Eagle достался Кларенсу Бодикеру и Дику Джонсу. Что касается штурмовых орудий «Кобра», с помощью которых банда Бодикера пыталась разобраться с Робокопом, на самом деле это загримированная винтовка Barrett M82, которую во всей красе можно было видеть в фильме «Козырные тузы». Полицейские машины в фильме — это переделанные трёхлитровые Форды Таурусы. Вообще, изначально при написании сценария Ноймэйр представлял себе Робокопа, выходящего из футуристического автомобиля, похожего дизайном на спиннер из «Бегущего по лезвию». Но на такие задумки просто не хватило бюджета. Но что интересно, позже робомобиль всё же появится в мультсериале «Робокоп» 1988 года. А вот более наглядно, в виде игрушечной модельки. Ну что ж, с робомобилем не вышло, зато в фильме нам показали другой автомобиль будущего, а именно «Сакс-6000». Это не что иное, как обвешанный футуристической бутафорий «Олдсмобиль Катклэс Суприм» модели 1977 года. Но также это и завуалированный стёп над автомобилем «Понтиак-6000». А слово «сакс» созвучено с другим словом ругательного характера, которое по смыслу можно перевести как «отстой». Таким образом получается «отстой-6000». А динозавр в рекламе, скорее всего, олицетворяет то, что хоть «Понтиак-6000» и являлся автомобилем 80-х, но по сути это ребейдж того же «Олдсмобиля Катклэс Суприм 70-х». Причём в буквальном смысле, просто с немного изменённым кузовом. Но с точно таким же техническим оснащением. Из-за того, что в силу разных причин съёмки проходили медленно, многие важные сцены так и не были сняты. Главным образом из сценария была полностью выброшена сюжетная линия о том, как во время забастовки полиции, мародёры во главе с панком по имени Айк Бендер грабят магазины. Они, в частности, издеваются над владельцем одного из них, прострелив ему ногу и подвесив кверху ногами. На эту улицу вскоре и приезжают робокоп с офицером Льюис. Они разгоняют мародёров и обезвреживают Бендера с его сообщниками. Собравшись ехать дальше, наводить порядок, они видят, как к ним на машине приближается банда Бодикера, которая обнаружила робокопа по навигатору. Дальше следует большая перестрелка со взрывами и погоня до закрытого металлургического завода, на котором и произойдёт финальная схватка. Также Пол Верхувен хотел, чтобы робокоп убил Бодикера выстрелом в глаз. Однако он понимал, что цензоры, скорее всего, не пропустят подобную сцену и был вынужден изменить решение. Также из фильма были вырезаны две сцены. Первый робокоп отправляется на могилу. Правда, не совсем понял, на какую. В одних источниках говорится, что на свою собственную, в других, что на могилу своего отца. В другой вырезанной сцене робокоп снимает шлем и отпиливает его нижнюю часть, впоследствии используя её в качестве лезвия, которым он отрежет голову Эмилю. Что интересно, во время съёмок робокопа Верхувен не пытался как-то ограничить количество крови в кадре. Наоборот, он полагал, что запредельный уровень насилия создаст ощущение абсурда, что, в свою очередь, поможет сатирической атмосфере фильма, и при этом люди не будут воспринимать насилие всерьёз. Однако представители рейтингового комитета не разделили мнение режиссёра и присвоили ленте рейтинг X, который обычно присуждают порнофильмам. Это фактически ставило крест на прокатных ожиданиях Orion Pictures. В результате Верхувену пришлось 11 раз перемонтировать картину, прежде чем в комитете согласились сменить рейтинг на R. Как ни странно, для этого режиссёру пришлось вырезать всего несколько секунд из сцены эпизода гибели мистера Кинни. А также смягчить сцены убийства Мёрфи командой Бодикера. Верхувен очень жалел, что из-за этого пришлось вырезать кадры с аниматронной куклой героя, на которую потратили много сил и времени. Итоговая разница между оригинальной и цензурированной версией составила всего порядка 40 секунд. Но только в 2007 году, к 20-летию фильма, на DVD была официально выпущена его полная версия. С собой режиссёр привёл ещё несколько соратников. Это, например, оператор-постановщик Йост Вакана, который снимал его «Оранжевого солдата», а также бесконечную историю Вольфганга Петерсена. Вакана при съёмках сцен с Робокопом часто устанавливал камеру очень низко и с малым наклоном. Целью этого было показать монументальность Робокопа по сравнению с другими персонажами в кадре. Отпустите женщину, вы арестованы. А также Пол привёл в проект и композитора Безила Поледуриса, который работал с Полом над плотью и кровью, а также писал музыку Конану Варвару. Кстати, мотив за главной темой был частично заимствован из фильма «Невеста Франкенштейна» 1935 года. «Робот полицейский». Она ожила! Безил придумал фишку с разграничиванием музыкальных тем фильма. Для сущности Робокопа как машины он использовал электронную, синтезаторную музыку, а в тех моментах, где Робо осознаёт себя человеком – оркестровую. Сама же заглавная композиция совмещает оба этих стиля. Таким образом, композитор нам показывает, что Робокоп и машина, и человек одновременно. Немного отсылок к культуре. В качестве других источников вдохновения для образа Робокопа обычно называют ещё нескольких персонажей из комиксов. В частности, Судью Дреда, Железного Человека и Космического Рыцаря Рома. Есть даже небольшая отсылочка в фильме. В круглосуточном магазине Бандюган выбирает комикс «Железный человек». С днём рождения, Бигсби! Что-то ещё, сэр? Я им доставаю всё из кассы и клади в пакет. Но и, конечно, Верховен не был бы самим собой, если бы не вставил в Робокопа множество отсылок на христианство. То, о чём пойдёт речь дальше, это именно его идея. Потому как, взяв сценарий в руки, он увидел незримые параллели между Робокопом и Иисусом. Оставалось только грамотно подправить сценарий. Фактически, режиссёр превратил фильм в футуристическую кавер-версию истории Иисуса. А когда его спросили, почему он так много времени потратил на сцену казни Мёрфи, он прямо ответил «Без распятия не может быть и воскрешения». Помимо прямых сюжетных аналогий со смертью и воскрешением Сына Божьего, в фильме также имеется и несколько других христианских аллюзий. Так, первый выстрел попадает Мёрфи в ладонь, что как бы намекает на распятие. Более того, во время расстрела герой стоит в позе, опять-таки напоминающей распятия. Также имеется момент, когда Бодикер пронзает Робокопа предметом, напоминающим копьё. Дело в том, что именно таким же ударом в подреберье римский воин пронзил Иисуса копьём Лангина. Ну и, наконец, в финале есть кадры, специально снятые так, что создавалось ощущение, будто Робокоп, подобно Христу, идёт по воде. Возвращайся назад, гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. Кстати, в фильме убито ровно 30 человек. И это тоже неспроста. Число 30 интерпретируется как сумма элементарных сакрально значимых чисел в православно-христианской традиции. Семи, пяти, восьми и десяти. И символически это связывается с личностью Иисуса Христа, который начал своё служение Богу именно в этом возрасте. Вот что говорится в главах о богословии. Господь, открывшись в возрасте 30 лет, скрытно научает тайнам, касающимся его, которые становятся зримыми благодаря этому числу. ДИК Джонс ДИК Джонс представляет робота ЭД-209, мы можем видеть куратора проекта, который имеет фамилию Макнамара. Доктор Макнамара, нам нужен объект для демонстрации. Мистер Кинни, да, сэр. Вы нам не поможете? Да, сэр. Роберт Стрэндж Макнамара. Это американский предприниматель и политик, который по сути своей отвечал за ведение вьетнамской войны со стороны США. Также имеются перефразированные слова из знаменитой речи Мартина Лютера Кинга. Друзья. У меня была мечта. У меня есть мечта. Один день. Мечта, которую я хочу, чтобы все вы со мной разделили. Мы держим эти правила, чтобы быть самостоятельными. Также в одном из сценариев присутствовала сцена новостей, сообщающая о том, что знаменитый актер Сильвестр Сталлоне умер в возрасте 97 лет во время операции по пересадке мозга в Техасском институте клонирования. Исходя из этого, получается, что действие фильма разворачивается где-то в 2043 году. По всей видимости, будущее Робокопа – это эпоха победившего феминизма. Так как в одной из сцен мы видим, что, в общем-то, никого не волнует тот факт, что женщины переодеваются вместе с мужчинами. К слову, это тема, которая немало волнует Верховена и часто всплывает в его картинах. Позже он разовьет ее еще сильнее в «Звездном десанте». В Сакраменто, штат Калифорния, произошел забавный случай. Убегающий от полиции преступник вбежал в кинотеатр, где как раз показывали Робокопа. Он занял место среди зрителей, надеясь затеряться в толпе, но так увлекся фильмом, что даже не заметил, как был арестован. Вот так вот «Железный полицейский» даже с экрана кинотеатра исполнял свои прямые директивы. Кстати, поговорим о прокате. В этот раз «Орион» не хотели налажать, как с «Терминатором», поэтому методы их маркетологов не отличались особой изысканностью. Дело дошло до того, что в трейлере Робокопа в наглую использовали саундтрек из «Терминатора». То есть студия, как правообладатель обоих фильмов, конечно же, имела на это полное право. Но вы же все понимаете, что это было этаким кликбейтом 80-х. Ты попался на кликбейт. Олух, олух. И он сработал. Это дало свои плоды. Предпоказы проходили просто на ура. Сознатели даже организовали специальный закрытый показ для полицейских, так как переживали, что по выходу фильма может подняться волна негатива из-за того, что в картине издеваются над вопросами жизни и смерти копов в сатирическом ключе. Но представители закона хорошо оценили фильм. И вот 11 июля 1987 года Робокоп наконец выходит в широкий прокат. По кассовым сборам года металлический страж правопорядка взял лишь 18-е место. Фактически в спину ему дышали челюсти 4. То есть это получается прямой конкурент по сборам, но не совсем конкурент по качеству, что, возможно, было обидно. Но по прокату в целом видно, что просто не те настроения царили в сердцах людей. Не хотелось им фантастики и крови. Тот же Хищник занял в этом году восьмую позицию. На первом месте был эротический триллер «Роковая женщина», на втором «Полицейский из Беверли-Хиллз 2», а на третьем «Романтическая история из грязных танцев». В целом сборы Робокопа плохими назвать нельзя. «Железный рыцарь» в США заработал 53 миллиона при бюджете в 13. Таким образом, вычитая бюджет и прокат, можно увидеть, что ориентировочная студия подняла на Кибер Иисусе порядка 14 миллионов прибыли. Что очень даже хорошо для небольшой студии Ориен, ожидания которой были как минимум в половину ниже. Ага, да, очень неплохо. Что касается кинонаград. Робокоп имел номинации технического плана и даже получил статуэтку за монтаж звуковых эффектов. Но нужно отметить, что Робокоп на пару с Эдом неплохо так отожгли на данной церемонии. И теперь наш первый номиней. «Блиный ребёнокénd màскаж?» Оio, это воскресенье. Каком сайте рецепт, да? Блинах! «Гретор 업о! Блинах! 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 Но главной победой «Стального воина» стала церемония кинопремий «Сатурн», которая проводится в области фантастики, фэнтези и хорроров. Там Робокоп умудрился победить аж в пяти категориях. Впоследствии Робокоп стал настолько популярен среди молодежи, что даже имел встречу с 37-м отставным президентом Ричардом Никсоном. Эта встреча состоялась во время благотворительной акции, посвященной выпуску фильма на VHS. Никакой новостной размах не сопровождал мероприятие. Имелся разве что заголовок, который появился в номере журнала Billboard от 26 декабря 1987 года. Подпись под этой фотографией гласит «Робокоп сопровождает Ричарда Никсона на заседании Национального совета американского клуба мальчиков». И да, стоит отметить, что в костюме был не Питер Уэллер, так как в одном из интервью «Много позже» он подтвердил, что никогда не имел встречи с Ричардом Никсоном. Почему фильм поимел успех? Как обычно в таких случаях, это результат отличной командной работы с отчетливым лидерством режиссера. Верховен использует насилие так, что в одном и том же фильме оно может и шокировать, и веселить. При этом не вызывая абсолютно никакого диссонанса. Робокоп прекрасен как в рамках своего жанра, так и вне их. Сам Верховен считает Робокопа лучшим фильмом в голливудском этапе своей карьеры. Кто-то скажет, фильм устарел. Кстати, давайте проверим посредством опроса, так это или нет, кто как считает. Ссылочка в верхнем правом углу. Как по мне, да нифига подобного. Могу лишь согласиться, что устарела покадровая анимация Эда. Сам же Робокоп и остальные приемы смотрятся на ура даже сейчас. Работа Робоботина, как всегда, просто гениальна. Но самое главное, что не устарела сама мораль фильма. Более того, сейчас она кажется еще актуальней, чем когда-либо. Так как когда-то прочил в будущем рост влияния корпораций и циничного отношения к простым людям. Ведь люди для капиталистического мира — это просто ресурс, а главное — извлечение прибыли любым возможным способом. У меня уже почти был подписан контракт с военными на продажу 209. Были готовы обновления программ для него. Запчасти записаны 25 лет вперед. Какая разница, работал он или нет. Это происходит повсеместно. Дело тут, в общем-то, даже не в самих штатах. Особенно восприятие этого посыла должно поменяться у наших сограждан. Ведь в отличие от американцев в конце 80-х, начале 90-х, в эпоху Союза и его развала, наши граждане еще не познакомились с реалиями акул капитализма, зачастую обладающих большой политической мощью и собственной армией. Другая идея фильма — это, конечно же, сплав человека и робота. То, как человеческая сущность постепенно просыпается и начинает притеснять софтверную. Например, момент с зеркалом, где Мерфи видит себя искаженным. Он видит себя точно так же, как и его сознание воспринимает себя. Показано просто отлично. И что самое главное, совсем не так, как у ближайшего конкурента по 80-м — Терминатора, в котором из человеческого была разве что оболочка, покрывающая эндоскелет. Терминатор начнет учиться человеческим повадкам только в Т-2, возможно, не без помощи киборга-полицейского. Таким образом, интересный сюжет о человеке-киборге, борющемся с коррупцией и одновременно с пробудившейся личностью, вкупе с саркастично-циничным тоном и бескомпромиссным экшеном рейтинга R, снятым в самой что ни на есть олдскульной манере, это тот самый рецепт, благодаря которому Робокоп 87-го и по сей день любим миллионами киноманов. Вы грубо нарушаете статью номер 5. Ты чё делаешь? Играю Робокопа. Оставайся в образе. Ну, а что было дальше? Популярность Робокопа быстро росла. Уже в следующем 88-м году появился мультсериал о Железном Герое. И первая игра. Робокоп. Изначально разработанная для аркадных автоматов и 8-битных приставок. Также нельзя обойти стороной и комиксы. И вот на фоне всего этого кинопродолжение просто обязано было случиться и как можно быстрее. Но на пути сиквела к экранизации возникло очень много проблем. Хотя это уже совсем другая история. Редактор субтитров А.Семкин